Друзья, добрый день, здравствуйте, приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Мы планировали сегодня прямой эфир, но немножко у нас не получилось по техническим причинам, так что простите в записи, но это будет прямо сегодня. Геннадий Викторович, добрый день, здравствуйте. Приветствую, приветствую. Планировали с вами провести сегодня эфир, приуроченный как раз, ну такому, крепостному праву в Украине, потому что усиливается узурпация власти, и граждане перестают иметь свои права. Вот сегодня, насколько это опасно для нашего общества, потому что мы вроде как превращаемся в такую маленькую империю, которая находится рядышком с нами. Не кажется ли вам, что Украина идет по этому пути, и мы никак не можем оторваться от этого социализма и от империи российской? Ну, пытаться быть империей, это глупо потом, или маленьким Советским Союзом. Ну, наверное, родовые пятна Советского Союза, они находятся в самой структуре государства и общества. То есть общество склонно ложиться под диктатора, склонно подчиняться, и в результате оно, даже приобретая права, оно медленно возвращается обратно. По большому счету, мы каким-то чудесным образом возвращаемся в Советский Союз в худшем его варианте. А война нас вообще сбивает туда, в сторону сталинского режима, где, в общем-то, люди были абсолютно без прав. Но после войны сталинский режим даже отличался тем, что определенной категорией лиц он давал работу. То есть они могли хотя бы работать. В данной ситуации в Украине другое. Это люди, привыкшие, в принципе, за 30 лет существования независимой Украины, как-то зарабатывать, как-то работать, как-то решать самостоятельно свои вопросы. Дважды выходили на Майдан. Но, тем не менее, как мы видим, может происходить вот этот сбой, который происходит в обществе. Опять же, для нас только, возможно, война принесла понимание для большинства, что само государство в своей структуре порочен. То есть оно как бы продуцирует. И кто бы ни попал во главы государства, вчера там был Порошенко, Янукович и все прочие, а сегодня Зеленский, это все равно. То есть они все равно превращаются в маленьких диктаторов и начинают подъебать под себя и законодательную исполнительную власть тем, что влияют вот этот способ позвоночного управления, то есть звонить. А сейчас они пошли дальше, потому что начали создавать законы без мозгов. Законы без мозгов ведут к тому, что люди фактически попадают в коррупционные клещи. Вот если, допустим, был бы принят закон о мобилизации, почему его блокируют? Потому что миллионы граждан, если так подумать, попадают под зависимость от военкомата. А военкоматы у нас еще те. То есть это, знаешь, прапорщику дали шлагбаум в управление. И к нему выстроилась очередь в миллион человек. Справиться он не может, но взятку возьмет. И поэтому люди, если это будет все учтено в этом законе, то люди попадают в еще большее крепостное право от того, что мужчина должен будет получить вот эту корочку, с которой он должен все время ходить, как военнообязанный, что он зарегистрирован в военкомате. А дальше, представь себе, человек идет устраиваться на работу, ему говорят, ну хорошо, на работу мы тебя возьмем, а ты в военкомате зарегистрировался. А он говорит, нет, там очередь миллионная. А, ну тогда решай вопрос. И ты понимаешь, что они будут и тормозить, и долго решать вопросы, на комиссии отправлять. И это все превратится в немыслимую бизнес-кормушку. То есть создается такой фронт. Вот сейчас уже говорят о том, что вот эта шлях, вот эта возможность людей выехать за рубеж, принесла кому-то 2 миллиарда долларов. То есть оценивается вся коррупционная схема в 2 миллиарда долларов. То есть ты понимаешь, что крепостные становятся очень выгодными. То есть война спустилась к людям и стрижет их до основания. А затем, до основания, а затем что? Потому что люди остались без денег, в страхе и ужасе войны. И мы живем в этом. Когда паны воевали между собой, они обычно посылали холопов биться между деревнями. И от этого они сильно не страдали. Только тогда, когда война добирается до первых лиц, вот тогда начинаются какие-то хотя бы изменения. И к положительным вещам я сейчас должен отметить, то, как разбежались депутаты от принятия закона о мобилизации. Они реально саботируют. И вот вчера буквально отложили заседание парламента, по-моему, до конца месяца, потому что нет кворума, нет депутатов. Депутаты начинают реально бастовать против крепостного права. То есть пока депутаты смотрели, что всех остальных никуда не выпускают, да похрен мне эти людишки, эти крепостные, куда там их не выпускают. Меня-то выпускают, я же депутат. А сейчас Степанишин взял себе за моду не выпускать депутатов и даже пятого президента. И они начали реально бастовать, не ходить на парламентское здание, потому что они понимают, что когда прекратятся их полномочия, а рано или поздно они прекратятся, сам закон о мобилизации останется. Более того, он сейчас уже коснется всех их родственников, всех дядек и теток, всех, кто их окружает. И вот это их уже страшит, и поэтому они начинают разбегаться, и в парламенте нет кворума. Очень важно, чтобы война добралась в первые кабинеты. Вот когда конкретно Зеленский вцепится в волосы Путину и будут друг друга убивать, то это будет очень здорово. И мы на это посмотрим. Потому что вот я вчера выпустил передачу у себя во время трансляции прямой про Гамлета. Вот вся вот эта шекспировская драма у него всегда происходит, и у него бьются короли. Короли и королевы погибают, там их окружение, но мы не видим народа. А что народ в это время? Я вот подумал, оказывается в Средневековье народ особо не страдал от войны. Ну потому что выходила дружина, которой платили, она там где-то в поле билась. И в принципе короля либо брали в плен, либо он сдавался. Короче, приходил просто другой король. А крестьяне как пахали, так и пашут. И самым главным ресурсом во время тех войск Средневековье это были сами крестьяне. Они были как святые, их убивать нельзя, потому что они рабочие лошади. Это как порезать свой собственный скот, который тебя кормит. И поэтому войны происходили несколько по-иному. Войны 20 века проходят совершенно иначе. Даже в 19 веке воевали за городом. Города ключ выносили, там у нас тут работает, вот вам ключ, бургомистр на месте, все нормально, нормально. У нас новый император или новый король, или что-то там поменялось. Современные войны 20 века, они принесли нечто другое. Когда больше бомбят города, инфраструктуру. А паны получают награды. То есть на самом деле, смотри, окружение Зеленского, оно в шоколаде, в деньгах, в наградах, в почестях, народ в мыле. И в военкоматах. Поэтому сам вид войны изменился, и поэтому нужно менять, наверное, отношение к правителям. Что, по вашему мнению, вот этот демарш народных депутатов Украины, что происходит? Потому что я слышал несколько версий. Слуга народа говорит о том, что они якобы готовят несколько делегаций Соединенные Штаты Америки, которые должны отчитаться от того, что происходит. Это на телеграм-канала внутреннего резерва Слуги народа. Европейская солидарность якобы заблокировала трибуны, не дает свои голоса, потому что не позволяет людям выехать за границу. То есть европейцы, как избранные, готовы ездить за границу, как они катались раньше в Европу. Некоторые, там, тоже самое Герасченко, по-моему, четыре месяца в году находятся там. А другие люди то же самое, находятся за границей, когда простые, не имеют права выезда. Так, с чем же на самом деле связан вот этот демарш депутатов в связи с тем, что перенос решения вопроса о голосовании за мобилизационный этот закон? Да там же не только пострадала европейская солидарность. Там и из голоса не пускают. Там и самих слух народа тоже начали блокировать, если они не голосовали до этого за татаровский закон, то есть за то, что вносят администрации. Вообще они приняли такую методологию давить на депутатов, в том числе и вот такими методами, как дам или не дам, разрешу или не разрешу. Вот чисто ведут себя, как паны с холопами. Но можно так себя вести с людьми, люди прячутся, они в принципе бесправны в данной ситуации. А вот когда с депутатами, у них есть важный инструмент, их собственное присутствие и голос. И в данной ситуации они выбирают очень просто, то есть не ходить на заседание Верховной Рады, не отмечаться и не голосовать. Я думаю, что они даже будут открыто об этом заявлять, что у них оказывается есть некое право и воздействие в том числе на власть. И если Верховная Власть нас в жертву приносит, то давайте приносить в жертву и в законы. И то, что это переместилось во дворцы, это говорит о кончине режима. То есть я говорю, что современная война, она бездушная с точки зрения правителей. Им плевать на людей, потому что чем больше трупов, тем больше наград для них. Чем меньше налогоплательщика, да и черт с ними, нам хватит тех ресурсов, что есть. По большому счету у нас есть еще оставшаяся территория. У нас есть иностранная помощь. Нам есть за что жить. Нам самое главное удерживаться в этой ситуации у власти. Более того, власть в этом случае становится сладкой, как никогда. Потому что когда все вокруг в грязи, а ты один в белом халате на Мерседесе, то в принципе очень даже неплохая структура для тебя. Поэтому то, что вот по-шекспировски все переходит на сцену дворцов, дворцов, и там начинаются дворцовые интриги, а самое главное, мы действительно становимся зрителями. То есть если до этого у нас были управляющие, которые смотрят сверху вниз, а что вы там людишки делаете, где вас еще остановить, где вас ограбить, то сейчас они заняты тем, что они устроили внутривидовую войну. Депутат пошел на депутата. Это пока. Там еще чиновник на чиновника, а там еще министр на министра, а еще новые наушники сидят, и уже заговорили о смене возможно в правительстве. То есть это говорит о том, что прогнило государство датское. То есть что-то протухло здесь, но протухает прежде всего голова. И вот это метание Зеленского как гамлетовского героя. Мне даже кто-то написал там в комментариях, а вы знаете, мы посмотрели по соционике Зеленский и Гамлет. А Гамлет – это фундаментальное расстройство личности. Чувак конкретно не знает, что делать. Идти налево, направо. У него уже начинаются призраки появляться, причем коллективные призраки. Сказал о том, что у него призрак Майдана появился, у него призрак Шатуна. А на самом деле тень отца Януковича. Янукович появился и нависает над ним, он его пугает, потому что а ты же всех людей Януковича тебя окружил. Конечно, тебе будет видеться Янукович в Астанк приходить. Каждый день. И говорит, «Сынок, ты мой! Не отвертишься, сынуля!» И поэтому вот эти вот шатания Зеленского приводят к еще ухудшению ситуации, потому что люди перестают верить в свое главное командование. Они, правда, должны были еще в 2019 году задуматься, когда голосовали 73%, что это же главнокомандующие. Вы реально хотите, чтобы во время войны, но тогда о войне никто не думал. Но получилось так, что они своими руками нарядили актера в военную форму, сделали его главным генералом, который ни в армии не служил, не знает, как это делается, да вообще о стране не думал, и вообще без высшего образования. Что образование он получил в университете отца, понятно как. Ни разу, наверное, не приходилось зачет давать. Просто пять лет зачетка провисела. Поэтому мы имеем то, что имеем, и, к сожалению, а, и к счастью, я скажу, потому что, к счастью, мы становимся зрителем. И сейчас людям надо взять, купить попкорн, там, какую-то закусочку, пиво, может быть, и наблюдать в социальных сетях, как власть будет жрать власть. Сожрите друг друга. Как это говорит? Это же у кого? Пелевин, наверное? Фондорин, да? Когда он говорит, сожрите друг друга. Создал организацию. СДЖ или СДД. Что это такое? Сожрите друг друга. И вот мы сейчас будем наблюдать, как они будут жрать друг друга. Это был Борис Акунин, произведение, действительно, очень такое мощное, которое потрясло наш культурный фронт. А то, что происходит, получается так, что уже не власть и не система борются с собственным народом, а власть борется вокруг себя и борется с самими себя, потому что у народа особенно отнимать нечего. Они вроде как и попытались поднять налогообложение. Там Гетманцев заявил, что сейчас для юридических лиц, да и для физических лиц будет поднят таксист и военный сбор будет увеличен. Увеличен опять на те категории, которые они являются, ну, как они всегда оттуда брали. Это алкоголь, это табак, это золото, ювелирные изделия и автомобили плюс недвижимость. Они пытаются туда руку забрать, но уже и сегодня ничего не продается. Действительно, большие проблемы сегодня с торговкой. это попытки действительно удержать бюджет перед иностранными партнерами или это возможность спасти ситуацию как-то? Или это какие-то моменты, которые никто не понимает, что они производят? Думаю, ситуацию нам уже ничего не спасет, потому что действительно обороты упали, никто ничего не зарабатывает и облагать налогом то, что не продается. Ну, это, конечно, хорошо, но моральный аспект в этом очень плохой, потому что вы лезете в карман людям. Вы не выворачиваете свои карманы. Я же говорю, что мы что наблюдаем? Мы, получается, наблюдаем, что... Или они наблюдают, что чтобы состоять сейчас людишек, а вот люди уже в глухой обороне. Мы в такой глухой обороне были еще в Советском Союзе. Государство само по себе, мы сами по себе, но это приводит к тому, что мы тогда занимаемся подножным бизнесом, то есть мелким каким-то предпринимательством и прячем деньги. А когда ты прячешь деньги от банковской системы, ты не можешь эффективно работать. И здесь вот люди могут только посоветовать, к сожалению, сейчас надо смириться и работать на лок. То есть на доверие друг к другу. Ну, там парикмахерские услуги, там какие-то ремонтные услуги, там вот это все должно уходить глубоко в тень, прятаться. И это единственное спасение, потому что если будете официально проводить сделки, то вам вот еще добавят налоги. И здесь не надо там на себя вешать, что морально, война, вы отдаете деньги им. И сразу подумайте, а кому им? Ну, тогда вспоминайте Гетманцева, тогда вспоминайте Зеленского, тогда вспоминайте тех, кто сидит там и катаются на роскошных автомобилях, зарабатывают в это время только из бюджета. Потому что вся суть нынешней власти, они зарабатывают либо отжимом недвижимости и денег, либо из бюджета. У них два источника. И правильно Зеленский говорит, у нас коррупции с западной помощью нет. А вот со своей помощью, со своими людишками, мы можем делать все, что хотим. Как говорил Иван Грозный, да, со своими холопьями мы поступать вольны. Да, только недавно отмечалась эта годовщина, по-моему, 160 лет, когда пало вот это крепостное право. Я еще, в общем-то, человек, который в Свинецкой области, я родился в селе, и в моем селе паспорта начали выдавать пять лет после моего рождения. В 75-м году только начали в селах выдавать паспорта. Это еще советская система запрещала людям перемещаться и давлила, в общем-то, над свободой личности, свободой человека. И половина же людей, которые там погибли в 30-х, 32-х годах, они как раз погибли из-за того, что им не давали перемещаться, им не давали кушать. Вот это крепостное право, которое соблюдается сейчас. Скажите, мы говорим о крепостном праве, если взять вообще саму демократию, например, во время военных действий, я понимаю, что она должна быть ограничена, то как можно отнестись к тому, что словам Синекукова, который объявил, на Купернадпенск прилетают большие фабы, кассетные, и мы сегодня говорим об насильном выселении оттуда людей для спасения их жизни. Если человек не хочет переезжать с этого поселка, или ему некуда ехать, имеет ли право военная администрация насильно вывезти оттуда людей с поселка? Я думаю, да, потому что разные ситуации у людей бывают, и я в Америке нахожусь, где бывают ураганы, и когда объявляют ураганы, то полиция обходит дома и насильно выселяет людей, ну, потому что потом надо будет иметь дело уже с трупами, если завалят, поэтому на какой-то период, на неделю люди обязаны выехать за черту города, а когда идут эти, прилетают бомбы, то тоже надо, но ты мне вот напомнил про крепостное право, насколько мы удивительно связаны с числами, ты знаешь, что я люблю вот это число 28, одно поколение, а крепостное право пало, или его отменил царь, освободитель, вошел в историю, за это его и убили, 1861 год, и когда я начинаю, ты знаешь, отсчитывать по 28 лет, добавляют 28 лет, а разгул терроризма, все закрутили, добавляешь еще 28 лет, 1917 год, добавляешь еще 28 лет, 1945 год, признание Советского Союза, добавляешь 28 лет, 1973 год, а это у нас большая свобода в плане начали взаимодействовать с иностранцами, дружба народов, и даже разрешили людям зарабатывать, добавляешь еще 28, попадаешь в 2002 год, а 2002 год, это крупная приватизация, то есть еще большая свобода, добавляешь еще 28 лет, и попадаешь в 30-е, и сразу понимаешь, в каком ты месте находишься в этой временной рамке, то есть большая свобода у нас наступит аж в 30-м году, может быть, в 29-м, если я не точно посчитал, то есть нам крепостное право, дата, показывает вехи появления больших свобод, а в промежутке в эти вехи то закручивалось больше, как синусоида идет, то больше закрепощали, то отпускали, то закрепощали, то отпускали, потому что когда ты людей освобождаешь, оказывается, происходит революция, то есть когда ты людям даешь больше свободы, больше возможностей перемещения, то они в принципе требуют смены власти и королей, совершают революцию, потому что им свобода становится жизненно необходимой, для того, чтобы производить, нужна свобода, для того, чтобы убивать, нужно рабство, вот мы, кажется, сейчас живем в конце рабства, когда люди уже понимают, что закон о мобилизации лишний, когда уже поняли все люди, что то, что с нами сделали, закрепостили в пределах страны, это присутствие безвиза, надо же не забывать, что при Порошенко в самом начале был принят безвиз, людям дали, пожалуйста, ездите в Европу, прошло какое-то время, мало того, что вернулись все Януковичи, которые были против безвиза, мало того, что они фактически поработили людей и войну развязали, так они еще и безвиз фактически отменили, но этого мало, потому что если начато сказали А, то в этой драме будет и Б, и А, и все буквы алфавита, и получается, что сейчас, когда людишки заканчиваются, или они уже стали в глухую оборону, начинается вот эта вот война вверхах, за что? За свободу, обратим внимание, за что сейчас борются депутаты, для себя пока, за свободу, а дайте нам выезжать за рубеж, за что борется Порошенко, за свою свободу ездить куда хочет, то есть они на самом деле, когда наезжают только на их свободу, вот окружение, в том числе ближайшее окружение самого Зеленского, они тоже не свободные люди, они каждый день должны бежать и всматриваться в мутные глаза мечащегося Гамлета, быть или не быть, и они тоже там сидят, быть или не быть, бежать сейчас или еще подождать, еще брать немножко или все-таки закрыть лавочку, и вот сейчас этот раздрай уже вселился в администрацию президента, и они находятся в состоянии быть или не быть, а все предыдущие ошибки, которые они допускали, они приводят к тому, что оно, вот как в драме или в пьесе Шекспира, все умрут, вот они все погибнут, я же говорю, и Майдан, и Антимайдан, и вот эти Майдануты, которые приближены к классе, и Антимайдануты из шесть эффективных менеджеров, они все погибнут, потому что погибнет само вот это устаревшее форма государства советского, оно недееспособно, нам уже понятно это, и многим людям понятно, что оно недееспособно, надо просто дождаться, когда оно окончательно рухнет, и оно рухнет, и я думаю, что и сам Зеленский появился как притеча того, что это все должно завалиться, потому что вы людишки, дошли до того, что выбираете клоунов к себе, и ждете реформ, вы выбираете каких-то странных людей, допускаете до власти, и ждете изменений, и вы принимаете любое решение, не рационально, что вам надо, а вам надо свобода, финансовый рай, свободное передвижение денег, товаров и людей, а принимаете, как бы побольнее сделать предыдущему правителю, как бы кого осудить, а давайте аплодировать, сколько людей посажено, вот забиты у нас в тюрьму, отлично, аплодируем, у нас не выпускают депутатов, замечательно, аплодируем, у нас заблокировали все, аплодируем, правда вот нас что-то начинает пугать законы мобилизации, потому что нас всех выставят в 10-миллионную очередь, вот здесь мы уже не аплодируем, а боимся. меня поразило, Геннадий Ильич, обращение Европейского парламента к правительству Украины, дать возможность депутатам ездить свободно за границу, не препятствовать их дипломатическим связям. Меня интересует, почему так европейцы беспокоятся опять-таки об избранных, о депутатах, о правительстве, почему европейская общественность, правительство, не дает возможность всем гражданам Украины, без каких-то делений на власть и граждан всем ездить за границу, например, без ограничений, а не только для какой-то отдельной группы. Они просто не высказываются. В данной ситуации они просто не высказываются. Я уверен, что европейцы в шоке от того, что не выпускают граждан за рубеж. Американцы в шоке от того, как это у вас, крепостное право, действительно, что это у вас такое. У нас мобилизация идет, у нас вообще людям запретили ездить. Поэтому они в шоке, но они не высказываются, потому что все же озабочены своим местом проживания. А украинец хорошо умирает за Европу и за Америку. Это же наш президент вместе с его окружением сказал, что мы защищаем весь мир от Путина. Ну вот и получается, что погибаем, защищаем, ну и черт с вами сидите там, промолчим. Да, они озабочены. Они все время озабочены тем, что где-то у них же принципы, у них же европейские, но европейец может промолчать иногда. В данной ситуации я думаю, что они просто пропускают этот пассаж, но понимают, к чему это ведет. Вчера была интересная новость, как три беженца с Украины попали в Большую Канаву, потому что она была вырыта давно уже с Европейским Союзом, а сейчас они углубили данные каналы. Так вот, попали беженцы туда, они не смогли оттуда выбраться. И у меня стоит вопрос, почему наше правительство роет большие котлованы, большие окопы как раз на границе с Европой? И почему мы оказались недостойны того, чтобы ограничить себя на линию обороны? Вы же неоднократно поднимали свои стримы, когда многие не верили, и не казалось, что у нас будет победа, мы можем отбить себе Крым, мы можем дойти до наших границ, а оказалось, что мы не способны. Вот мы не подготовились к обороне, и мы каналы рыли большие не на востоке, а на западе. В чем причина такая? Уже люди наши не бежали на запад, это же понятно. Это фактически окружает рвом своих людей, чтобы они не покинули родину, которую они должны горячо любить и защищать. А родина им отвечает тем, что отвечает. Но я говорю, что это все равно все ведет к изменениям вверху. То есть драма уже разгорается. И мы просто... Людям надо ждать, когда эта драма разгорится, и беречь себя, свое здоровье, больше озаботиться собой. Ужасная драма, и, судя по всему, невозможно ее пройти без потерь. То есть невозможно перевоспитать людей на то, чтобы они выбирали модель поведения дружбы, модель поведения прощения. То есть некие библейские постулаты. Вот я Грузию, Грузия – это единственная страна, по которой мы можем наблюдать то, что будет с нами происходить. Представляешь, как малое физическое тело, да, в космосе, если его наблюдаешь, оно, в принципе, с ней случается то же самое, что потом случится и с большим делом. И когда грузины сделали у себя реформу, их хорошо профинансировали, сделали реформу, и нашли, так сказать, правильного политика на разрушение, у них появился Саакашвили. Он такой же гамлик, мечущийся, и, как мы видим, он все время делал упор на то, чтобы гавкаться с Россией. Россия плохая такая, сякая русских, тут грузины у нас должны быть, мы без России проживем, нам финансирование с Запада, все. И он настолько вошел в этот раж полководца, а надо не забывать, что у него там 4 миллиона населения всего, и под блющей стоит эта огромная Россия. И Россия жахнула. И всего лишь за 5 дней, надо вдуматься в эту цифру, 5 дней шла грузинка, российская война. За 5 дней метаморфоза с Саакашвили произошла следующее. От человека, который объявляет агрессивно войну, до человека, который пережевывает галстук во время ведения эфира, до человека, который подписывает что-то с Россией. И эта подпись какая-то, которую они подписали, заключалась в том, что Грузия потеряла 20% территории. Потеряна Осетия и Абхазия. И Россия отползла. После этого народ как поражение сносит что делает Саакашвили, чтобы удержаться у власти. Свободу снова пытается придушить то, что у нас происходит. Пытается напасть, вот следующий этап, это все одинаково, ребенка какого-то убить, там студентов разогнать, избить. Вот все диктаторы идут одинаково, или женщин побить. И после этого его сносят. при помощи выборов он уходит. Что происходит с Грузией? Грузия умиротворяется. Она понимает, что она не такая большая, население осталось 3,5 миллиона, и что если она будет выдергиваться, то эта долбаная дурная Россия опять будет стрелять. А защищаться нечем. Армии там нет. Вот когда у вас вообще нечем защищаться, вы начинаете очень чесать реку. Ну подождите, ну как-то надо тогда сосуществовать. И вот сегодня нынешняя Грузия сосуществует. Да, у них грузинский язык государственный, да, у них все регалии, но самое главное, в устройстве государства практически исчез президент. Мы не знаем, кто такой президент сейчас в Грузии. Нет, там Бубаласвили какой-то есть, или она, я даже не знаю, он или она, я уже запутался. Но самое главное, его нету в политической жизни. Есть парламент, и есть премьер-министр. Вот те изменения, которые произойдут с нами. Вот те изменения, но они могут быть трагическими, потому что Украина в Сирусе не покорюсь. Это 40-миллионное, мы стартовали с 40-миллионов, и мы уже потеряли больше 20% территории. И у нас невыграемый гамлет, быть или не быть, вести переговоры или не вести, назначать этого генерала или не назначать, увольнять, не увольнять, правительство уходить в отставку или не уходить, конституционный этот, подавать или не подавать, Клименко снимать, убивать, потом этого снимать или паркурора или не снимать, этого ставить или не ставить, он все время вот в таком вот каком-то ужасном раздрае. И он приводит к тому, что его институт рухнет. Вот я же говорю, что нам подсказывает Шекспир, что в конце все умрут. Умрет власть эта, умрет те, кто за нее борются, они или отравят друг друга, или заколят друг друга, не важно, у них произойдет вот эта вот политическая смерть, я называю. Вот почему важно читать важные классические литературные жанры, там 100 книг всего, чтобы понимать всю историю настоящего и будущего. И можно тогда предсказывать. В подтверждение ваших слов, сегодня СОЦ издал уже опрос, в котором заложному дают уже сразу 43%. Зеленский еле-еле там дотягивает где-то до 15-17%. То есть рейтинг Зеленского падает, который раньше по опросам такого не было. Но интересно, что там и Притула тоже набирает где-то 5-7% по сводкам, которые есть. Хотя, знаете, когда дали сегодня сводку, сводку по фонду Притула, Притула собрал 6 миллиардов гривен на свою деятельность. Но обеспечение самого фонда волонтерского он взял 20%, практически как НДС. То есть 1,2 миллиарда человек взял на обеспечение своего фонда. Пиарится на всех каналах, где только может. Ютуб-канал, везде его. У него 100 сотрудников только в центральном офисе, плюс по регионам. Через него проводятся большие суммы, большие закупки, которые распространяют. То есть у нас, получается, волонтерство превратилось сегодня как профессию, на которой можно довольно-таки неплохо зарабатывать, при этом неплохо себя пиарить для продвижения президента Украины. Мне Притула, вот я когда на него смотрю, это очень красивый отсем, на котором написано волонтер. Но меня всегда интересует, кто на этом красивом осле под названием волонтер с таким финансированием едет, кто в повозке. Я там вижу весь батальон Монако. там все его родственники, все, кто профинансировал это. Они сидят и ждут, когда Притула, не вопрос, когда он пойдет в президенты, это программа максимум, такое уже, наверное, не пройдет. Мы уже шоумена начерпелись. Будем выбирать генерала, тут без вариантов. Но Притула претендует на то, что возглавит список в парламент. И там мы увидим молодых, рьяных, новых лиц. Очень много. И все эти лица будут связаны с его фондом и со своими папашами, мамашами, которые находятся в Монако. И разбрелись по всему. Те, которые сидели на НДСе, те, которые сидели на таможне, те, которые мечтают вернуться во власть, а самое главное снять с себя все обвинения, которые на них повисли на сегодняшний день. То есть это еще одна плеяда Януковских. То есть этот красивый осел с названием волонтер, так ли назовем его, осел-волонтер, везет эту повозку в парламент. Это парламентская повозка. И это люди вот сродни слугам народа будут. Но умеемы. Но они будут четко представлять именно вот это крыло европейских беженцев богатых, монахского батальона. И люди должны это осознать и понять. Но избежать этого, к сожалению, невозможно, потому что я думаю, что он пролезет. парламент, потому что люди у нас не любят думать, но он же красивый. А у нас любят все красивое. Будут за притулу героя голосовать, невзирая на какие бы ты цифры ни говорил, ни называл, какие бы нарушения там ни находил. Само имя раскручено. Парень достоин быть во главе списка. Но проблема в том, что опять на вот этом протащат весь непотреб, который мы уже как бы думали избавились, и они уже успокоились, а они все хотят вернуться. Еще же возможность на крыльях его партии подобиться самой во власть, потому что у нас сегодня никто не видит в своей жизни в сфере услуг, предпринимательства, в бизнесе. Все окончательно рвутся только во власть. Как только кормушки отодвинули, он пытается всем усилием и туда опять залез. Но вот когда мы смотрим на налоговую службу, которая тоже, она делает определенные свои сбои, и в принципе бизнес продолжает откупаться. За 23-й год сделали отчет о том, что было вынесено 41 миллиард взысканий с бизнеса. При этом всем только 90% могли поступить в закромородины. Все остальное через суды 90% в принципе отбили, потому что доказали о том, что несправедливо обвинения. Хочется спросить, сколько взяток поступило, и когда бизнес наконец-то концом одумается создать свою партию, свои движения, чтобы не быть дойной коровой и бегать на поводу у этих силовых структур. Мне кажется, мы приближаемся к тому времени, что лакомой добычей для разбойников, назовем их так, а разбойников, которые хотят по-легкому сорвать деньги, будут судьи и прокуроры. Потому что раскуркуливание их не будет приводить к тому, что они будут жаловаться. Сама система накапливает такие несметные капиталы в трехлитровых банках по кладовкам и неправедно нажитым способом, что в принципе могут в Украине возникнуть разбойники, рубингуды. Но не те рубингуды, которые бедные, которые себе будут забирать. Они могут довести страну до того, что начнут появляться вот эти самые банки. Я же говорю, что самым лакомым объектом станут чиновники нашей страны. Но еще раз говорю, мы должны смотреть в положительный бомб. И Грузию я не случайно привожу, как положительный пример. Они прошли все эти метаморфозы, и когда наши думают, что они придут и будут диктаторами в следующем политическом сезоне, не будет диктатуры в следующем политическом сезоне. То есть общество нажрется диктатора Зеленского настолько, что будет нездоровая отрыжка при любом упоминании хоть малейшей претензии на то, чтобы всем командовать. То есть у нас мы приведем к тому, что начнется реальное разделение власти. Вот то, что произошло. То есть когда как только политические группы, пусть даже притулы группа, пусть даже генерала Залужного группа, пусть там Порошенко и многих других, и даже Зеленского группа там будет присутствовать. Но когда они будут биться в парламенте, а мы будем зрителями, вот то, как было много лет назад, когда дрались в парламенте, в это время у народа все спокойно. Как только в парламенте тише благодать и единодушие, народ в войне. Поэтому нам надо перевести, чтобы все драки публичные происходили в ток-шоу. Пусть парламентарии делают, пусть Лешко кого-то за чуб хватает, пусть Лешко дают по зубам, как это обычно бывало. Но это и есть демократия, там должны решаться вопросы. Народ должен быть зрителем. В данной ситуации народ тянул в политическую войну, в том числе, и в войну реальную получилась. Нам надо превращаться в зрителей. И положительное здесь, даже проход таких, как Притула и всех прочих, то, что власть переместится в парламент. Потому что тогда прокурор не будет выписывать уже пидозры депутатам пачками. Он будет думать, потому что его вызовут в парламент, эти политические группы, обвинят в чем-нибудь и снимут очень быстро. А самое главное, поставят вопрос от съемок и не назначат. И ты будешь зависим от парламента. А что такое зависимость от парламента? Люди иногда не понимают. Да, парламент там стоит. Зависимость от парламента, когда несколько политических групп решают нейтрального прокурора. Равно удаленного от всех. Потому что на сегодняшний день мы что имеем? И почему вот это все сложилось? У нас прокурор назначается и дает присягу не народу, а Зеленскому. Целуют его браслет на руке. Я не знаю, как они в жопу его целуют. Дальше Малюк приходит вместе со своей собакой. присяга. ДБР приходит присяга. И у него есть человек, который все это формирует. То же самое судьи. Они не дают администрации президента. Самое главное это нам избавиться от администрации президента как института власти. может зайти в институт власти Верховной Рады Украины люди, которые действительно болеют за Украину, которые сами принимают решения. То есть это представители финансовых кланов, люди, которые за своей спиной играют огромное количество недвижимости, акций, предприятий, которые находятся в Украине или аграрный фонд какой-то и возьмут на себя ответственность за страну. Они будут присылать Верховную Раду своих каких-то шестерок, ну то есть подставных уток, которые ничего не решают. Когда действительно парламент может стать единицей, которая решает ситуацию в стране и вот направление движения куда двигаться, в какую сторону страна. Всегда во власть приходят люди с деньгами. То есть нужны огромные дурные деньги, чтобы вообще участвовать в политическом процессе. Поэтому ожидать, что туда зайдут люди, которые представляют интересы бизнеса, я бы не стал. интересы спекулятивного бизнеса западного там будут. А у нас есть пиала вместе со всей его комарилией инвестиционных банкиров. Это все. А все остальное будет ложный бизнес, состоящий из детей чиновников, хорошо профинансированных, состоящих из бывших чиновников, которых дурные деньги. Других не будет. Другое дело, что постепенно поколение меняется, и все равно приходят люди, с меньшим злом в голове. Где-то возможно там 90-е плюс 20 лет с 2010 года возможно аж, или 2005 года, дети начали рождаться в более-менее стабильных семьях. И вот когда они будут заходить в политическую жизнь страны, есть надежда, что они не будут с раздраем в голове. Потому что вот эта гамлетовщина, которую допустила Украина во голове государства, она везде. У нас все на распутье. У нас у всех непонятно кто куда бежит, как курица без головы. Отрубили, она бежит непонятно куда. И это поколенческое. Это поколение без царя в голове. Вот поколение Зеленского плюс-минус 10 лет, 5 лет туда-сюда, это люди без царя в голове. Это дети 90-х. Это дети развала Советского Союза. Это внуки послевоенной сиротской жизни их родителей. То есть у нас даже накрыло, а когда я же вспоминаю 1861 год отмену крепостного права, почему? Потому что то тоже был год раздрая. Помещики разорялись, посылали своих детей до сели благополучных гувернантками, они были очень недовольны, дети сыны шли в революционеры или в военные, другого выхода не было, крестьяне потеряли свои дворы, побрели, теряя кормильцев в сторону городов, и вот это все до сих пор волнами накрывает нас раздраем. И нас бы могло сделать здоровыми здоровое государство, но это общество, Советский Союз, пока передал ужас Советского Союза в управленческие структуры нынешнего государства. А ведь толчком для того, чтобы Николай отменил крепостное право, стало движение в войне, его борьба Российской империи и Османской империи, Крымская война, так называемая. Когда на Россию наложили огромное количество еще и санкций, она начала экономически быть слабой, и вот этот раздрай, который был благодаря войне, тогда послужил о том, что страна должна меняться, что люди должны быть более свободными, экономика должна быть свободна, это же не его дубная воля была отменить крепостное право, это другого пути выхода не было, как дать людям свободу, для того, чтобы спасти свою империю, спасти свое право на управление страной. Абсолютно верно, Юра, ты заметил самую главную вещь, что власть не меняется без нужды, вот когда нужда сильная, они бегут, как ты сказал, на толчок, и тут выхода нет, либо добежал, либо не добежал, в данной ситуации наша власть, она уже поджата экономической катастрофой, военным поражением, как у царя в Крымскую войну, контрибуции, и на сегодняшний день наш царек, он де-факто, почему он в колебаниях находится, у него природа такая, что он понимает, ни хрена он не понимает, он просто обреченно идет к своей катастрофе, обреченно идут шесть эффективных менеджеров, обреченно туда бредет весь помещичий условный класс этих слуг народа, и они туда бредут, потому что это как судьба, а ты все равно дойдешь до этой двери и ударишься в нее лбом, но там за этой дверью свобода, потому что следующие правители вынуждены будут раскручивать гайки, которые они накрутили, то есть выпускать людей на свободу, вот ты даже представляешь, такая простая штука, как отмена запрета на выезд мужчинам и женщинам, мы даже не знаем, насколько чухнет количество людей на запад, еще не понимая, что их там ждет, даже само передвижение туда-сюда людей, это приведет к обнищанию целых регионов, потому что уже люди не вернутся на разрушенные города и дома, вот житель Харькова или Днепра, прижившись в Киеве, ну разве он поедет обратно, то через год жизни в Киеве он не поедет обратно, внутренняя эмиграция коснется всего, да еще многие люди будут думать, да подальше от этой санитарной зоны, от России надо жить, потому что черт не знает, может они завтра опять начнут наступать на левом берегу, поэтому с левого берега лучше переехать на правую, за реку. Интересное наблюдение я увидел о том, что в начале войны в военкоматы стояли огромное количество очередей, я сам стоял в очереди за автоматом, были 4 точки в Киеве, где все сходились, все брали транспорт и приезжали туда, на моей площадке на Абалоне было 2-3 машины, сейчас на Абалоне негде постановиться машины, но метаморфоза таким образом устроена, что очередя уже на защиту Родины не стоят, в военкоматы никто не хочет становиться, но людей в Киеве становится больше, наоборот, все то, что было в начале военных действий в Киеве. В душе, мне кажется, люди, в большинстве своем, они понимают, что надо заканчивать бойню и драться не за что. По большому счету, если по крупному, лучше всего войну проиграть, но выжить. Как поступали, то есть, знаешь, в нас должно вселиться нечто европейское, когда человек важен, когда памятники архитектуры важны, когда важно сохранить города и место проживания своих сограждан. А для этого, извините, заберите свою гордость гамлетовскую, политическую, в задницу ее засуньте и идите на переговоры. И постарайтесь дипломатическим путем добиться максимума в этом положении, до которого мы дошли. Ведь вся ошибка и в бизнесе, и в жизни, и в управлении страной, и событиями заключается в том, в том, это, кстати, заметили на биржах, которые играют, и учат студентов, говорят, вы прошлую жизнь на сегодняшний день закройте белой бумагой, чтобы вы ее даже не видели. Вот могло бы быть в Стамбуле так, у вас есть сегодняшняя дата, и что может быть сейчас, на будущее. То есть, то, что с нами происходило, уже не играет никакой роль. Оно в прошлом, все в прошлом, даже вчерашний день в прошлом. Поэтому можно отмерять от сегодняшнего дня. И политик должен принимать решение, вот как Адамс, когда толпа его толкала, это второй президент Америки, толпа его толкает на войну с Францией, а он такой смотрит на толпу и понимает, что если он вступит в войну с Францией, он потеряет полстраны. Реальность такова, потому что у Франции очень большая наполеоновская армия, и она очень хочет повоевать. И тогда он уступает какие-то территории и говорит, главное не войны. И слетает с поста президента, потому что у него, видите ли, пораженческие настроения были. Но он засунул свою гордость и вошел в историю тем, что он фактически спас все Соединенные Штаты Америки на то время. И если мы хотим спасти нашу страну, которую мы ценим, мы хотим туда вернуться, мы хотим спасти Киев и максимум территории, как можно быстрее у Зеленского должен выкинуться из головы вот этот вопрос, быть или не быть, учитывая переговоры или нет. Потому что, если ты не в состоянии принять решение, отдай решение правительству. Назначь кого хочешь, выберите кого, но кто-то должен принимать решение. Ну невозможно. У нас получается и сам Зеленский такой, и все его окружение ни туда, ни сюда. А сейчас еще и Сырский ни туда, ни сюда. Хрень его знает. То он говорит, будем держать Абдеевку, то все вышли из Абдеевки. То он будет линию фронта держать, то выясняется, что линии фронта никакая не подготовлена, куда отходить. Так что мы будем делать? Вот кто-то может мне сказать, вот когда людям, а что они будут делать вообще? На вот этих бескрайних полях Украины. Гуляй поле. Хрень его знает, что ждем, когда Соединенные Штаты Америки дадут нам помощь. Но ты задаешь, ну хорошо, дали вам помощь. Что вы будете делать? Стрелять. А что, Россия остановится? А мы будем стрелять. Каждая сторона использует потенциал своей мощности, в принципе, и эту войну в своих целях. И когда мы смотрим, то не так уже плохо многим странам. Но Европейский Союз, индустриальный потенциал довольно-таки неплохо переоснастился и сейчас монетизируется. Страны НАТО действительно получили хорошие капиталы и оборонные предприятия тоже самой Америки получили довольно-таки неплохой бонус. Трамп идет на выборы как человек, который остановит войну. Он уже в плюсе. Байден идет как миротворец и даже остановка войны для него как миротворческая тоже довольно-таки неплохо. Для некоторых украинских политиков участие в выборах при остановке войны тоже в плюсе. Так все-таки каждая ситуация, которую использует, каждая страна использует для себя. Что с этой ситуацией может вытянуть сейчас Украина? Где ее выгода решение вопроса этой остановки войны? Проблема Гамлета Зеленского заключается в том, что он не знает, что делать. Он не решается на одно и не решается на другое. И поэтому у Шекспира заметил, что все вокруг умирают. Он идет вот этой вот трагической смерти всех. Я имею в виду наверху власти. Фактически он сейчас своими поступками методично убивает администрацию президента, которая находится в раздрае. и страдает конечно же. Потому что не может во время войны быть главнокомандный человек с вопросом быть или не быть. У него либо ты наступаешь, либо ты уже принял решение окопаться и защищаться. Там и сям нельзя быть и наступать и защищаться. Не получается, ресурсов не хватает. То, что ты сказал, что весь мир нажился, я тебе больше добавлю. Оказывается, израильтяне с Хамасом заключили шестинедельное перемирие. Что такое? Они начали войну во время нашей войны недавно, осенью. Они ее уже закончили. У них уже перемирие. И как себя чувствуют люди жертв или родители жертв, которые пострадали от Хамаса? И кто на это обращает внимание, если израильтяне правильно поступают? Время заканчивает. И оно наступает, несмотря на политические выгоды, несмотря на и Хамас прижал хвост, и Израиль прижался. То есть, они же идут на компромиссы. В данной ситуации то положение, в котором мы оказались. Но я прихожу к выводу, что Зеленский не способен принимать кардинальное решение. Мы от него не услышим. Он же ведь заявил другое на этой неделе. То оказывается, он Сырскому дает карт-бланш на назначение всех генералов. Серьезно? А как это будет происходить? Разве не ты не подписываешь указ о заместителе? Какой ты карт-бланш даешь? Ты на словах даешь карт-бланш ему. А на самом деле, когда он тебе приведет генерала Залужного себе в замык, ты не подпишешь. Потому что слово Залужное у тебя, как и котка, и страх. И он, Залужный сейчас олицетворяет вот эту вот тень Майдана, которая является во снах. Подойдет и смотрит с Дворца Президента на площадь, независимости. И думает, Майдан-3 вижу, они уже собираются. Да, или когда Сырский захочет сделать свою разведку в Министерстве обороны, а не будет пользоваться Будановым для разведданов, который только пиарится и, в принципе, ничего не дает дополнительно для армии. Это большая проблема, когда армия практически остается без ушей и без глаз, пока там пиарится Будановым на своих победах. Когда воюют две стороны, конечно же, мы наблюдаем, как люди, не участвующие напрямую в этих. Вот у нас сейчас воюет два блогерских объединения. С одной стороны Гордон, не знаю, наблюдали или нет, а с другой стороны Исландия Петрова. Гордон дружился сейчас воевать с ним и снял такой огромный ролик четырехчасовой. Я не знаю, хватит для сил это все посмотреть, где он полностью там разбирает Петрова с Ивановым по частям. Это тоже надо нам наблюдать. Пришел период, когда вот эти псевдоблогеры, псевдолидеры общественного мнения сейчас перессорятся с друг с другом и выстроят все ее нутро, покажут, чем они занимались на самом деле и чего они стоят в этой жизни. Петров же с Ивановым это явный антимайдан. Гордон правильно показал в некоторых видео, что так вот же их заявление на Майдане, они противники Майдана. Какая Европа, они всегда против Европы. То есть он фактически, мы же, ну это все знали, что Петров и вся эта Исландия работает на деньги антимайдан. Что именно эти прокуроры их подтянули для черного пиара, для дискредитации политиков. Они этим занимаются. То, что их разоблачает Гордон, ну Гордон, все остальные не сильно разоблачают, все остальные начали пиариться на Гордоне. Гордон медийник. Я даже вспоминая свои сватки с Гордоном, который когда-то работал на каналах Медведчука, и мы добились того, что он ушел с этих каналов, потому что он понял, что это зашквар, и вовремя ушел. А в дальнейшем я даже пожалел, что я ввязался в подобные дрязни. И не играет никакой роли. Важнее анализировать ситуацию и подсказывать людям, что с ними будет происходить. От биты этих двух экстрасенсов, что Петрова, что Гордона, они ничего не меняют, что Паврознюка. Это развлечения. А мы должны приготовиться к тому, что на последнем акте трагедии, чтобы себя спасти, Зеленский и его шесть эффективных менеджеров попытаются установить террористическое государство. То есть де-факто поменять, вот сейчас заговорили о том, что поменять генерального прокурора на городском. Когда-то он был городским прокурором, когда меня потащили в суд по его велению. Это кипера, который сейчас в Одессе сидит. Этот будет подписывать пидозры пачками и на депутатов, и на власть, а самое главное на Порошенко и Залужного. Это самая главная задача его прийти и подписать эти акты подозрений, чтобы ты можешь. Это один террор. Второй террор заговорили о том, что хотят назначить Малюка, и он обещает Зеленскому безжалостно разгонять любую демонстрацию. Вспоминаем Саакашвили, который после всего разгонял демонстрации. То есть они идут к террору. Это естественный путь власти. Шаг за шагом Зеленский с вопросом быть или не быть, как и Саакашвили, идёт к террору, и он к нему придёт. И вот уже только, к сожалению, после террора и людям надо, мне там девушка написала с Одессы, она сильно нападает на кипера по поводу того, что он пиарится на детях убитых во время этой трагедии, и вылез, и ему надо сейчас пиар. Наверное, для того, чтобы стать генеральным прокурором. И я ей пишу, храбрость женщин сейчас будет зашкаливать, потому что мужики, мы все поджали хвосты. то есть нас полицейские дубиной ударят легко, арестуют легко, посадят, а вот женщин попробуют, в дом. И по большому счёту мы сейчас подходим к главному итогу жизнедеятельности нашего государства, что женщины выйдут на площади. Сегодня и в России только женщины могут выйти на площади, их не сильно хватает. И то же самое будет происходить у нас. Вот те пострадавшие, потерявшие мужей, которые будут требовать отпустить их, мужей, они выйдут на площади. А когда женщины выходят на площади, это и есть революция. Я тут, вы вспомнили о женщинах, и когда-то вы говорили, надо наблюдать, кто будет продавать сейчас аптечки в вооружённые силы Украины. Как-то все забыли о том, что посадили директора Киев-ГУМа, когда было подозрение, что он завышал стоимость или продавал через европейские страны, куда-то аптечки завелись в России. Я вот посмотрел, и тут засветилось две женщины. Одна это генерал-майор Наталья Климова, это замминистра обороны, которая закупила сегодня уже 500 тысяч аптечек, полмиллиона, в Германии. 50 тысяч они отправились уже на фронт. Она рассказывает, насколько они хорошие. И засветилась ещё на стаб Наталья Остапенко, это тоже генерал-майор, которая закупила гнилые аптечки турникетами по завышенной стоимости из Китая. Ну, то есть, там, где двигаются деньги, тут же появляются женщины, будучи министрами обороны, и занимаются этим всем. То есть, мы свой бизнес хороним с аптечками и спокойненько приносим себе потоки как раз. И получается, что надо смотреть всегда за деньгами. То, о чём вы говорите каждый раз из передачи в передачи. Смотри, куда двигаются деньги, потому что всё остальное является неважным. Мы назовём этих женщин «женщины-беспредельщицы». У них есть два пути, и любая форма управления, когда в беду попадает и мужики начинают поджимать хвост, они вперёд выставляют женщин. Это, кстати, викинговая тактика. Когда нападают, то вперёд выставляются старики и женщины. То есть, они все войны. А основные силы за их спинами уже. То есть, они выставляют тех, кого не жалко пустить в расход. В данной ситуации, то, что ты мне говоришь про генерал-майоров женщин, которые засветили в закупке, их не жалко пустить в расход. Для тех, кто за ними стоит. Операция слишком масштабная по удалению компаний-поставщика этих турникетов. Очень масштабная. И поэтому женщины в данной ситуации выполняют роль, скорее, фунтов. Или бесстрашных ведьм. Европа иногда сжигает ведьм. Сжигала, во всяком случае, в прошлые века. Но параллельно с этим приходят другие женщины. Голодные. Голодные на секс, голодные на деньги, голодные на свободу, голодные даже на еду. Кто бастовал против французского короля первым? Пришли голодные женщины требовать хлеба. И от этого развернулась революция. Как только появятся женщины, дети, студенты на Майдане, кстати, на Майдане женщины, студенты тоже стали приманкой для воинствующих ОМОНовцев. И даже тогда говорили, что киевский ОМОН отказался их бить. Привезли крымский. Привезли и увезли. Потому что они не жалели киевлян. Какая им разница? Жируют сильно. Сидят на Майдане и еще что-то. И они их избили. Но это было толчком. Но тем самым, куда придется бежать срочно всей нашей власти. Тогда и хорошо засветилась Таня Черновол, которая лазила через забор Кенуковича. Никто из мужиков не осмелился туда лезти. Она себе придумала такую историю. Полезла туда, взяла удар, попала под раздачу очень хорошо. После чего сколокнулись массы в защиту женщины. Посмотрите, как избивает ответных женщин. Вот эта одесская девушка, которая против Кипера, она ведь тоже, у нее обыски идут. И она продолжает топить. Она журналист. То есть мы видим, что происходит, что женщины становятся более бесстрашными. Когда вот этот идет раздрай, женщины обычно укорачивают юбки и выходят на улицу. То есть они идут туда, где может измениться их жизнь. И они также пойдут спасать своих мужиков. Мы скорее даже потомство. Они почувствуют, что вот этих надо валить. Это какие-то другие женщины, Геннадий Викторович, потому что я вчера смотрел интервью Денисовой Людмилы. Я не знаю, как она управляла вообще таким важным направлением. Хотя женщина сама с Хархангельской области приехала сюда в Украину только после того, как у нас образовалось уже отдельное государство. Сначала это был экономист, министр экономики Крыма, социальной политики, потом по защите в общем-то омбудсмен. Если она нерешительная была в военное время, то естественно, что сейчас никто таких женщин держать не будет. Нужны бойкие, которые принимают решения, которые не проваливаются в процессуальных вопросах. Ну и в общем-то Ирина Горещук тоже самое. Она же не решала никаких вопросов. Она тоже проваливалась все время в процессуальных вопросах выступления и ни к чему не приватила. А нужны люди, которые уже новой эпохи, которые принимают решения, которые переступают через какие-то постановления, акты, которыми забиты наше пространство и которым невозможно двигаться. Придут ли эти новые женщины, которые возьмут на себя флаг этой революционных действий для изменения страны, государства, в управлении центральных органов от власти? Если власть имущие, те, которые принимают решения, пользуются услугами женщин, выставляют их, надо не забывать, что общество тоже выставляет женщин. То есть, наверное, это естественный процесс. Потому что, когда я говорю о том, что мужики поджали хвосты и не могут выйти на площадь, то женщина может. И в данной ситуации та же самая хрень происходит с теми, кто сидит на потоках коллективно. Они не могут выйти, что это я, назначьте меня, потому что там ответственность, там надо подписывать, им это не надо. Они прячутся за телефонное право. И тогда они выставляют женщину в руководство. Потому что, возможно, мужика просто не нашли. Они ему говорят, сядь, тут подпиши. Вот как сейчас с прокурором, как говорят злые языки, говорят, что этот прокурор хочет уйти срочно, что он не хочет подписывать пидозру Порошенко и Залужному. Ну, в здравом уме я бы Залужному тоже не подписывал. Никогда. Это сам, потому что он явный претендент президента. И чем это закончится потом до генерального прокурора? Возможно, и посадкой. Потому что он же наподписывал Дубинскому и всем остальным. А люди вернутся и спросят, кому ты подписывал. Кстати, через это прошел в свое время и Луценко, который, когда был министром МВД, на такие нападки беспредела делал, что кто-то взял и сказал, давайте его уже закажем, пусть посидит. То он посидел. Я думаю, он уже умнее должен стать. И даже то, что сейчас такой, как Луценко, сейчас я смотрю, как активизировались люди Порошенко, бесстрашно стали. То есть, они чувствуют политическую конъюнктуру, что идет перемены. Но я должен предупредить людей, что наберите воздуха и потерпите чуть-чуть, потому что террор сейчас придет. Вот там будет полгода возможно террора. Вот тут важно уцелеть. Что они будут делать, очень трудно сказать. Потому что я, когда смотрю на Малюка, на фотографию его с собакой, я понимаю, безжалостный чувак. Страшно становится. Когда мы смотрим на того кипера, который, я его представил в роли генерального права, я видел, что он в городской прокуратуре делал и на себе это прочувствовал, всем уголовным делом не шутка. И я понимаю, что туда он придет, уголовные дела расширятся и добавятся. То есть мы видим тот же самый террор, который был и в Грузии. Но мы видим, и чем это заканчивается потом. Да, крепостное право это как-то тяжелая тема, но чтобы не заканчивать на этой ноте, мы поговорили о женщинах в конце передачи. Ну и в общем-то через два дня международный женский праздник. Что бы вы хотели пожелать нашим женщинам, потому что они несут очень тяжелую ношу сейчас, и как они справляются с тем беспределом, который происходит, и помогают нам сегодня сохранить лицо свое. Что бы вы хотели пожелать женщинам в канун 8 марта? Не сойти с ума, как Офелия, и не бросаться с обрывов. Потому что я понимаю разочарование женщин и в стране, а часто и в собственных мужьях, и возможно им надо набраться терпения, потому что в такие периоды вся тяжесть ложится больше на женщин. Они более жизнеспособны в трудностях. Еще одна из причин, почему женщины выставляют. И набраться терпения и дождаться, когда уже их мужики станут востребованы с точки зрения производства, чего-то изобретения, чего-то делания. И это время наступит, возможно годик надо потерпеть. Когда, ну, пьеса, она ведь, мы в третьем акте, возможно в половине находимся, тут осталось немного, и счастливый конец все равно будет. Даже вот в этом драме Шекспира в чем счастливый конец? Да нахрен они все сдохли? Вся власть. И ты понимаешь, а что взамен? А самое главное, ты понимаешь, королевская датская освободилась от этих придурков, которые томились быть или не быть, король, не король, свадьбы какие-то, но это все там. И возможно мы от них просто вот избавимся от этой администрации президента, в которой мы живем. Ведь проблема в том, что у нас исчезли министры, у нас исчез парламент, у нас исчезли все, кто должен был управлять жизнью государства, они исчезают. У нас теперь есть шесть эффективных менеджеров и Гамлет в центре, который мечется призраками, которому мерещится Янукович. Тогда еще один бонусный вопрос. Позвольте, что у нас происходит с заявлением Шмыгаля? Насколько вот этот вопрос, который сейчас поднимает, якобы они собираются сократить 30% чиновничьего аппарата и убрать оттуда где-то 20% министерства? Это посыл с европейской доктрины такой, что вот мы не дадим деньги, пока вы не сократите? Или это внутренние посылы? Возможно, они наслушались Балашова сейчас и хотят что-то изменить в стране. А у них нет выхода. Потому что они же кормят, я думаю, где-то 50% дармоедов. И эта идея становится популярной. Она, наверное, там блуждает по правительству и по кабинетам президента. Потом же есть пример этого Милея, который совершенно спокойно 50% сократил. И у него сформировался нормальный бюджет. То есть либертарианец в действии в Аргентине. И мы будем ждать, чем это у него закончится. И они подумали, а чего действительно не сократить 30%? А я только задам вопрос, почему не 50%. Но то, что это заявлял Шмыгаль, это же ничего не значит. Мне надо заявление Гамлета. Зеленского. Вот когда Гамлет скажет быть уничтожением 30%. Вот тогда да. Тогда пойдут. Но проблема в нашем Гамлете, что он не скажет. Он скажет, ну не знаю, 30, 50, а может 10, а может их тут закрыть, а их всех переселить в другое министерство. Они же, когда ваш президент не вмешивается и не понимает, что там происходит, он действует с точки зрения слов. Вот ему кто до ушей добрался, нашепчет, слушай, говорит 30%. Говори, вот Шмыгаль же уже сказал, ты скажи 35%. И он скажет, но за этим у Гамлета никогда нет действий. Вот кто критически посмотрит этот драму в разных изображениях, то вы обратите внимание, что Гамлет, зная уже, кто убийца, он не убивает его, он прячется то за пьесу, которую ставят убийцы, ну как бы разоблачая его, то с кем-то у него схватка, у него начинают умирать все ближайшие люди, а король доживает до турнира, травит мать и сам умирает. Но в этой всем бедламе самое интересное, друг, тот, который все исполнял для Гамлета, остается жив. Это меня настораживает, потому что главный исполнитель всех каверзов Гамлета и нашего Зеленского, Ермак, по пьесе, остается. Эх, на женщинах надо было заканчивать эфир, опять не нашмыгали ни в коем случае, потому что это вот что-то положительное в конце передачи. Но я бы хотел, конечно, вот если о женщина говорить, чтобы женщина премьер-министра приехала из Америки с ее, так сказать, с большим бесстрашием началась сечь. Вот ей бы я поверил и в 50% сокращения министерства. Спасибо. Спасибо большое за эфир, спасибо за подписку, спасибо за комментарии и за ваши лайки, которые вы ставите под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok